Ирина Алферова Известная актриса, всенародная любимица и просто необычайно красивая женщина. Ее красотой восторгаются многие мужчины, а женщины хотят быть похожи на нее. Актриса добилась успехов в карьере, но не сразу осмелилась рассказать, чего ей это стоило. Оказывается, не все ценили ее талант и красоту. Находились те, кто даже показывал ей свое пренебрежение. А еще Ирине пришлось даже примерить на себе клеймо «Расслучница». Ирина Ивановна родилась в Новосибирске, в семье, которая не была связана с искусством. Ее родители были юристами, а вот она с ранних лет интересовалась творчеством. В школе Алферова сама ставила спектакли и участвовала в них. А в 15 лет попала в театральную студию, которая работала со студентами театральных институтов. И оказалась в окружении невероятно умных людей, которые постоянно вели научные разговоры. «Мне все это нравилось. Я стала посещать их клуб под «Интегралом», где обсуждались любые вопросы, даже советская конституция. Спорили там до посинения», – рассказывала Ирина Ивановна. Как-то к ним в студию приехали столичные барды, среди которых был и Владимир Высоцкий. В середине концерта они решили устроить конкурс красоты, в котором приняла участие и Алферова. Тогда ее просто потянули за руку на сцену, и отступить она уже не смогла. Произошла забавная история. Каждой конкурсантке нужно было отдать яблоко той, которое она считала достойной победы. Ирина Ивановна сама съела фрукт, чем удивила и в то же время восхитила членов жюри. Конкурс красоты она выиграла. Но самые главные победы в ее жизни были еще впереди. После окончания школы Алферова поехала поступать в Москву, в ГИТИС. Увидев толпу абитуриентов, девушка решила, что должна как-то выделиться, чтобы ее запомнили. Алферова подвела глаза черным карандашом, забыв, что на вступительных экзаменах пользоваться косметикой запрещено. Но члены комиссии посмеялись, поинтересовавшись, нет ли у девушки косоглазия, и отправились смывать макияж. Ирина Ивановна удивлялась, как ее приняли после этого. Она вспоминала, что в первое время часто плакала по ночам, потому что ей было трудно в новом и незнакомом городе. Многим актрисам приходится ждать успешных и выгодных ролей. А вот Алферовой одна из первых досталась, когда она училась на четвертом курсе. Тогда ее фото попали в руки к режиссеру Василию Ордынскому, который подбирал актеров для экранизации романа «Льва Толстого. Хождение по мукам». На пробах он был в восторге от актрисы, несмотря на то, что от волнения она немного забыла текст. Ирину Ивановну утвердили на одну из главных ролей, хотя режиссеры отговаривали от сотрудничества с начинающей актрисой. «У меня еще не было никакого практического опыта. Профессионализму училась на съемочной площадке. Когда после пяти лет съемок я начала играть в театре, то не могла понять, почему в зале не видны мои слезы», – рассказывает Алферова. Когда съемки фильма завершились, первым делом Ирина Ивановна отправилась в театр, о котором грезила всегда. Актерская киносреда ей казалась порочной, и она думала, что не найдет себе там места. «Театр. Меня наконец-то взяли. Я иду по улице Горького, счастливая. Бегу. Я в театре. Я всегда хотел работать в театре, но меня пригласил ордынский вхождение по мукам. Я считала, что Мосфильм – это разврат. Когда меня взяли в Ленком, я просто летала. Я помню, по улице Горького бежала. Это был сентябрь. Там продавали цветы. Видимо, у меня был такой счастливый вид, что какой-то мужчина, который меня увидел, выхватил эти цветы из ведра и сказал, «Это вам. Я просто счастлива была», – вспоминала артистка. Но такую красивую и талантливую девушку хотели видеть в кино, особенно после премьеры картины «Хождение по мукам». Руководство Госкино пожелало, чтобы актрису сняли в каком-то новом фильме. Тогда Георгий Юнгвальд Хелькевич готовился к съемкам киноленты «Д'Артаньян. Три мушкетера». На роль Констанции он уже выбрал Евгению Симонову. Но свое решение пришлось изменить, когда руководство потребовало, чтобы роль досталась Алферовой. Георгий вспоминал, «Ирину Алферову мне навязали, и это меня очень раздражало. Алферова нравилось руководству телевидения, потому что хорошо снялась «Вхождение по мукам». Ира не знала этого. У нас были нормальные отношения, и она осталась довольна своей ролью. Но ей было трудно на съемках. Были проблемы с музыкальностью. Ей было тяжело танцевать и петь одновременно. Для Ирины Ивановны каждый съемочный день был невыносим. Она часто расстраивалась и плакала. А Хелькевич делал вид, что не замечает этого. Тогда защитником актрисы стал Михаил Боярск. Он ее поддерживал и успокаивал. Режиссер же был настолько зол на актрису, что доверил озвучивать героиню Анастасии Вертинской. Но несмотря на конфликт, работа получилась очень хорошей и была высоко оценена критиками. За Ириной Алферовой закрепилось звание красавицы и звезды советского кино. В Ирину Ивановну без преувеличений был влюблен чуть ли не весь ГИТИС. Неотразимая, невероятно красивая. Именно такое мнение было о ней у мужчин. Впрочем, покорить актрису было не так легко. Но это удалось сделать болгарскому дипломату Бойко Гюрову, который стал первым мужем артистки. В этом браке у нее родилась единственная дочь – Ксения. Ради любимого мужа Алферова даже переехала в Софию, но часто ездила на съемки в Москву. Однако этот брак был недолгим. После развода актриса вернулась с дочерью на родину, а позже дала ей свою фамилию. Со стороны все казалось замечательным. Я всем сердцем полюбила Болгарию и обрела там преданных друзей на всю жизнь. Но я плакала каждый день в течение целого года. И как ни старалась принять ту жизнь, ничего не получилось, – вспоминала Ирина. В 1976 году Ирина Ивановна вступила в труп у Ленкома. И в первый же день познакомилась с экс-символом Советского Союза Александром Абдуловым. Я вхожу в театр, и стоит Саша. Сразу видно по лицу, что что-то с ним произошло. И Янковский подошел, посмотрел на меня, на него и сказал, «О, твоя жена?» «Да, у него было так, он такой интуит», – рассказывала Алферова. Кстати, тогда на актрису обратили внимание и друзья Абдулова. Олег Янковский и Александр Збруев. Вот только она выбрала именно его. И ведь не зря. Александр Гаврилович красиво ухаживал, был готов на подвиги ради нее и вскоре позвал замуж. Актер воспитывал Ксению как родную дочь. И только в 16 лет она узнала, что у нее другой биологический отец. Но всю жизнь папа актриса называет именно Абдулова. Пара Алферова и Абдулова была одной из самых красивых. Вместе они даже сыграли супругов в картине «С любимыми не расставайтесь». Но все же сохранить семью актеры не смогли. И спустя 15 лет после свадьбы развелись. Расставание для обоих было трудным. Но они продолжали служить в одном театре и были задействованы в общих спектаклях. Абдулов никогда, никогда не отзывался о своей бывшей супруге плохо. Так в чем же была причина их расставания? Дело в том, что много лет нишу первого красавчика советского кино занимал Александр Абдулов. Актеру доставались лучшие роли, любовь к публике и признание критиков. Даже супруга Абдулова досталась по статусу. Очаровательная Ирина Алферова была мечтой доброй половины мужчин страны. Брак двух звезд со стороны казался идиллией. Однако в семье не было все так гладко. Абдулов относился к супруге без должного уважения. Хотя и принял ее дочь от первого брака. Все эти 17 лет ей приходилось жить с нарциссом, которого совершенно не интересовали ее проблемы. Однако интересовали другие женщины. И все эти 17 лет Ирине приходилось доказывать, что она не лишена актерского дарования. Если в кино Алферова еще приглашали, то в театре Марк Захаров держал ее ради статус. Однако постоянная битва за роли и унизительные предложения сыграть в массовке не сломили Ирину Ивановну. В конце концов, красавица-актриса нашла свой театр и получила признание благодарной публике. Вот уже много лет она выходит на сцену Московского театра «Школа современных пьес». Да и в личной жизни у этой замечательной женщины все в порядке. В 1995 году Алферова вышла замуж за еще одного недооцененного актера Сергея Мартынова. Пара познакомилась на съемках фильма «Братья Рика» еще в 1978 году. В середине 90-х они играли в картине «Звезда Шерифа» и так сблизились, что решили не расставаться. На тот момент Ирина уже была свободна, а Сергей все еще состоял в браке. С тех пор к Ирине и приклеилось клеймо разлучницы. И совершенно напрасно. Первый брак советского Алленделона, а именно так называли Мартынова, уже трещал по швам. После развода бывшая супруга забрала детей и уехала в Лондон. Когда Ирина и Сергей стали жить вместе, о совместных детях не было и речи в силу возраста. Но вскоре, совершенно неожиданно, пара обзавелась тремя детьми. Когда супруга Сергея преждевременно скончалась, его сын и дочь оставались на чужбине. Только от Ирины Ивановны зависело, воссоединиться ли Настя и Сережа с отцом. Для актрисы дети мужа сразу стали родными. Как родным стал для нее и сынишка младшей сестры Татьяны, безвременно ушедшей в 1997 году. В это трудно поверить, но замечательная пара вместе уже 25 лет. Клеймо разлучница навсегда стерта из биографии звезды. Ведь Ирина Алферова проявила себя как женщина с добрым сердцем, сумевшая воспитать родную дочь и трех приемных детей. Она сумела вложить в Ксению, Сашу, Настю и Сережу правильные жизненные ценности. Нужно ли говорить, что Сергей Мартынов безмерно обожает свою супругу? Ирина Ивановна, в свою очередь, рядом с мужем, вся светится от счастья. Она признается, я благодарна Богу, что он свел нас с Сережей. С ним я стала по-настоящему счастливой женщиной. Всегда человек к человеку, у меня же хорошее к хорошему. Субтитры создавал DimaTorzok